Приветствую тебя на месте легендарной марафонской битвы. Битва при марафоне стала одной из важнейших в истории Греции. Именно здесь афиняне приняли бой против огромной персидской армии. Ты узнаешь о причинах противостояния, о самой битве и об ее последствиях. Встретимся снова, когда закончишь. Удачи тебе! Встретились 11 тысяч гоплитов под предводительством афинского стратега Мильтиада. Персов было примерно в пятеро больше, чем греков. Но все же греки сумели обратить в бегство тех, кто намеревался их покорить. Марафонская битва стала поворотной в истории греко-персидских войн. И победу афинин прославляли в Греции еще много лет. Бег на длинную дистанцию называется марафоном в честь воина, который прибежал из марафона в Афины, чтобы рассказать о победе. Впрочем, может быть, это всего лишь легенда. Персы хотели захватить Грецию в том числе из-за серебряных рудников. В 545 году до н.э. они приблизились к своей цели, победив Креза, царя Лидии. Эта победа вынудила греков, живущих в Малой Азии, сдаться и обеспечила персам твердую почву для подготовки вторжения. В 494 году до н.э. жители Милета восстали против власти персов. Их поддержали Афины и близлежащий город Эретрия. Имилетяне сожгли важный для персов храм. Святотатство привело Дария в ярость. И в 491 году до н.э. он отправил в греческие города послов с требованием покориться. Афиняне и спартанцы убили послов, бросив тем самым вызов Дарию. Тогда персы вторглись в Грецию и сначала захватили город Наксос, взяв в рабство его жителей, а затем и город Эретрию. Исполнившись уверенности после череды побед, персы отправились в Афины. Греков поразила жестокость, с которой нападали персы. Чтобы выстоять в грядущей битве, Афины были вынуждены просить помощи у других городов. Что неудивительно, они обратились к Спарте, которая славилась сильнейшей армией в Греции. Спартанцы согласились помочь, но не смогли выслать подкрепление вовремя из-за празднеств в честь Аполлона Корнейского, когда им нельзя было покидать город до полнолуния. Единственным городом, пришедшим на помощь Афинам, стал биотийский город Платеи, отправивший Афининам тысячу гоплитов. Так, впервые в истории, нападение внешнего врага угрожало всей греческой цивилизации. Несмотря на общность языка и религии, греческие города очень часто воевали между собой. Перед угрозой вторжения персов, греки впервые осознали, что должны действовать сообща, чтобы выжить. Сначала персидский флот планировал высадиться в Фалерской бухте. Однако изгнанный афинский тиран Гиппий, примкнувший к персам, посоветовал им высадиться у марафона, где будет удобнее развернуть конницу. Афинине не знали о планах персов и оставили марафон без защиты. Это позволило персам развернуть лагерь на берегу, пока афины готовились к обороне. Огромное численное превосходство персов вынуждало афинин полагаться на изобретательность своих стратегов. Десять тысяч гоплитов афинин вместе с тысячей гоплитов платейцев отправились на холм, что возвышался над лагерем персов. Прибыв на место, афинине стали решать, ждать ли им нападение врага или атаковать первыми. Афинские стратеги полагали, что лучше подождать, но Мельтиад считал, что намного выгоднее атаковать первыми, так как у персов позади было море. Наконец, все согласились с Мельтиадом и греки атаковали. Согласно Геродоту, греки напали на персов без поддержки лучников или конницы. Персы не были готовы к атаке, которую сочли безумной. Сперва они сдерживали греков, но после те оттеснили их к кораблям, и персы были вынуждены отступить. В этой битве персы понесли большие потери – приблизительно 6400 человек убитыми. Афиняне, в свою очередь, потеряли всего лишь 192 воина. Победу при марафоне справедливо считали чудом. В числе ее причин греки называли появление легендарных героев, якобы восставших из мертвых, чтобы сражаться на стороне Афинин. Например, некоторые клялись, что видели на поле боя мифического царя Тесея. Его даже изобразили на пестрой стое в Афинах. Другие рассказывали, будто на марафонскую битву явился сам Геракл в львиной шкуре и с дубиной. Рассказы о появлении этих героев способствовали тому, что битва при марафоне стала для греков легендарной. Бежав из марафона, персы задумали войти в Афины через Фалерскую бухту. Войско греков, не теряя времени, вернулось в Афины и приготовилось защищать их. Опасаясь больших потерь, командующий персидского флота отменил высадку, и персы вернулись в свою империю. Поражение привело Дария в ярость. Желая мести, он велел снарядить войско для нового похода морем и сушей. Между тем, опоздавший в бой спартанцы поздравляли Афинин с победой. Победа при марафоне стала для Афинин началом новой эпохи. Согласно Геродоту, успешное противостояние натиску персов обеспечило Афинам первенство среди греческих городов. Афинине обессмертили свое превосходство, воздвигнув памятники у себя и в Дельфах. Марафонскую битву считали также ударом по тиранию. Тиранию воспринимали уже не как издержки авторитарной власти, а как предательство Родины, проступок, в котором не хотел быть уличен ни один правитель. Это помогло установить Институт демократии на следующие два века. Надеюсь, тебе было интересно узнать о марафонской битве. Она стала поворотным событием не только для Афин, но и для всей Греции. Ее последствия ощущались долгие годы спустя. Чем теперь ты желаешь заняться? Музыка. 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 В таком случае прощай. Может, увидимся снова. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...